В одной из подмосковных школ подводят итоги эксперимента, во время которого учеников полностью перевели на электронную систему обучения. Тяжелые учебники и тетрадки им заменил компактный ноутбук. Учителя говорят, что новая форма существенно повысила успеваемость. Максим Воронин подробнее. Сохраните этот файл, пробуем, и продублируйте второй. Сдавать будете на сервер, сдадите его оба. Здесь сдают файлы на сервер вместо сдачи тетрадок на проверку. Обычно лабораторная работа по физике. Только вместо учебников, ручек и тетрадей у каждого ученика вот такой ноутбук-планшетник. Здесь его называют электронным портфелем. В нем хранятся и учебные материалы, и задачники, и уже выполненные работы. Кроме того, на физике он еще работает как универсальный прибор. Отключая к нему цифровые датчики, он у вас и амперметр, и вольтметр. В данном случае это у нас секундометр, мы измеряем интервалы времени. Он может быть еще чуть-чуть Геггера-Мюлера, радиоактивность. Сделаны все формулы уже, мы сами их делали. И автоматически все расчеты рассчитываются. То есть скорость, там вес. Проверка работ у целого класса занимает минут 10. При этом учитель каждую минуту видит, что происходит на экране у каждого ученика. Все они отображаются на классной доске. Можно не только подсказать или посоветовать что-то, но и проконтролировать, нет ли в классе списывания. Хотя ребята говорят, обмануть учителя все же можно. Ну, есть, конечно, пути. Ну, мы этим занимаемся. Экспериментальный класс 29-й подольской школы полностью перевели на электронное обучение два года назад. С тех пор ученики полностью освоились с мультимедийными учебниками и виртуальными конспектами. В школу они не носят ничего, кроме своих планшетников. Первое, на что обращаешь внимание, это разница в весе. Обычный школьный ранец. Пять учебников, пять тетрадок. Вместе с весом портфеля это почти 6 килограмм. Для сравнения, электронный портфель полтора килограмма. Больше ничего не надо, все необходимое уже внутри. Окей, now you are going to make an audition to us. Please put on your headphones. На уроках английского электронный портфель используют как лингофон, на алгебре в нем строят графики, на физике измеряют плотность и ток в электрической цепи. А еще смотрят учебные фильмы, связываются с учителями и между собой во внеурочное время делают уроки. Все работы приходят в электронном виде, проверяются в электронном виде. У каждого ребенка есть своя электронная почта. Это центральный сервер школы. В маленьком шкафчике помещаются одновременно все учебники, конспекты, фильмы, программы, электронная версия школьной библиотеки и даже собственная виртуальная телестудия. Из интернета эту сеть тоже видно. То есть, по сути, когда ребенок находится дома, где бы он ни был, если у него есть интернет, он является ячейкой вот этой школьной сети. А это значит, учебный процесс не прекращается ни на минуту. Впрочем, даже самые невероятные технологические новшества не застрахуют от получения двойки за ошибки в контрольный или невыученный урок. Хотя такое в последнее время редкость. Учителя говорят, успеваемость в экспериментальном классе за два года выросла необыкновенно. Максим Воронин, Дмитрий Киеновский, Оксана Григорова, Первый канал, Подольск.